А сам-то ты чем в зоне занимаешься? Диггерство в основном. И артефакты торгашам таскаю. Диггерство? Ну да, мы диггеры. Занимаемся исследованием заброшенных подземелий и раскопкой загрязненных объектов, захороненных после первой аварии 1986 года. Нередко натыкаемся на очень любопытные вещи. Тайники с оружием, оставшиеся с войны, секретные лаборатории и бункеры. Заначки бывших жителей. Хорошее дело. Поддерживаю. Хотел узнать, не страшно вам по лабораториям лазить? Если честно, стрела, то страшновато. Клаустрофобия у меня. И опыта пока маловато. Но мы находим не только неприятности, но и разные ценные вещи, за которые получаем деньги. А из-за них я готов полезть куда угодно. И чё? Всегда бабло окупают все эти неприятности? Нет. Не всегда. Вот когда я только пришел в Зону, мне сразу предложили работу. Бандиты. На самом деле это оказалось подставой. Тогда меня сталкер по кличке Пацук спас. Он сталкер опытный. Пять лет в Зоне. Диггер. Как и я сейчас. А, кстати, кличку Монгол Пацук мне и дал. Однажды мы попали под выброс. Пошли в первое попавшееся укрытие. Им оказался туннель. Я предложил напарнику пойти на исследование этого странного места. Как никогда выброса оставалось немало времени. Заняться было нечем. Ну, он согласился, и мы двинули вниз. Туннель был мрачным и забытым. Нам казалось, что там вообще никого нет. Но однако мы ошиблись. Нарвались на патруль Монолита. Пацука убили. А я сбежал. До сих пор не могу простить себя за это. Ох, сочувствую тебе, братец. Прости, что спросил. Это, может, продолжим разговор о лабораториях? Ты заговорил об опасностях в лабах. И мне вспомнилась байка одного мужика. По его словам, было это еще в те времена, когда ни о каких группировках никто не слышал. А самым большим объединением сталкеров была банда Дрозда. Слышали, братокова? Я слышал, и историю эту знаю. Старый Дрозд таких отморозков вокруг себя собрал. Словами не передать. Как раз из одной колонии тогда большая группа зэков сбежала. Через одного грабителя, насильники, налетчики и убийцы. Менты половину выловили. Те, кто в город подался. А кодлую Дрозда взять не сумели. Дрозд в больших авторитетах ходил. Короновали его воры перед побегом. А то сумел люди еще вокруг себя подходящих собрать. А кем ветром его в зону принесло, никому неизвестно. Но стала его банда настоящим бедствием. Похуже всяких кровососов. Базу бандитскую себе в темной долине заложил. Оттуда и шарахались быки его по всей округе. И свободных сталкеров охотить. Сами за артефактами не ходили. Боялись. А вот сталкера молодого да неопытного грохнуть и обобрать потом. Это за милое дело. Такие вот поганцы были. Сошелся Дрозд с барыгой одним. Который до Сидоровича на кордоне обитал. Ему награбленное испихивал через посредников своих. Был в те времена свободный сталкер по кличке Пистолет. Говорили бывший спецназовец, афганец, командир специальной разведывательной группы. Вроде какой-то важный шишки в зубы дал. За что был разжалован и уволен без пенсии. Только он в зону подался. Спец был. Про него легенды ходили. Самые дальние уголки в зону облазил. Такие вещи приносил. Многих сталкеров просто дух захватывало. Но один по зоне никогда не ходил. Двое к решению было. Крыс и шип. Такие же отчаянные и безбашенные, как и он сам. Вот они втроем всю зону излазили. Вернее почти все. На янтарь и выжигательные лезли. Там запросто можно было в зомби превратиться. Экипированная его группа была классно. Говорили? Вдруг у пистолета в каком-то не секретном работал. Помогал со снарядами. Костюмы суперские. Оружие. Модифицированные абаканы скорострельные. Короче, все серьезно. Все верно ты говоришь, чудак. Так вот. Возвращались один раз пистолет с ребятами из дальнего рейда вроде. На север пытались пробраться. Да не срослось что-то. Но артами заряжены были здорово. А тут бандиты дрозда. Человек двадцать. Пистолет не растерялся. Быстренько оборону организовал. И пристреляли бандитов. Как воробьев. Втроем против двадцати. Дрозда, когда про это узнал, чуть инфаркт не хватил. Поднял всю кодлу свою. И за пистолетом погоню учинил. Приказал живым взять. Чтоб потом убить как-то жестоко. Но пистолет парень не промах. Товар скинул. И обратно в зону. В сторону агропрома. Вроде там у него схрон был в подземельях. В тех самых. Где и стрелок базу держал. Бандитов человек сто было. Всю банду дрозд вывел на охоту. Да и сам во главе шел. Пытались они пистолета на свалке схватить. Да не вышло у них. Вырвался тот. Да так лихо, что треть банды в закуску для собак превратилась. Успел пистолет до агропрома дойти. Да в подземельях тамошних схорониться. Но дрозд упрямый был. За ним под землю полез. Стали бандиты по подземельям шариться. Нычку пистолета искать. Да вот только не учли они, что кроме пистолета в подземельях еще кое-кто обитает. Короче, стала банда на глазах таять. А куда лед пропал, никто и внимания не обратил. А что значит пропадать? А то и значит. Ты бы лучше слушал внимательно. Да ладно, мужики. Что дальше было? Я тебе и расскажу, что было. Только после того, как внезапно пропал балда, это помощник удароздабыл. Бандиты и прозрели. Что осталось-то их, но от силы человек 10-15. Страхнули ребятки малость. Пытались на поверхность прорваться и попали. Переходы в подземелья. Дрозд не из трусов был. Сумел собраться. Да остатки воинства своего в порядке привести. Стали они осторожно к выходу пробираться. Внимательно осматривая коридоры подземелья. Но не суждено им было солнце увидеть. Пистолет, а он в то время у всех в схроне сидел. Рассказывал, что орали бандиты громко, да стреляли много. А потом все стихло внезапно. Пистолет с ребятами тихонько из схроны вышел, да на место побоище тихонько пробрался. Про то, что там увидел, особо не рассказывал. Но по слухам, разорвало что-то бандитов на куски. Да всю кровь выпила. Иначе как кровосос постарался. Да только не разорвают кровососных жертв своих. А тело дрозда так и не нашли. Неизвестно было, куда оно пропало. Пистолет, когда рассказывал, у него коленки тряслись. Представляешь, монгол! Короче, долго ходил еще он в зоне. Много чего интересного видел. Много чего приносил. Говорили, на покой собирался на большую землю ходить. Однажды, поздно вечером, прибежал он на кордон. Лица на нем нет, губы трясутся, бледный, говорить толком не может. Сталкеры, кто в деревне был, стакан водки ему налили, чтобы чувства привести. После чего рассказал пистолет, что же произошло. Возвращался он с крысом и шипом из рейда. Да решил схрон свой на агропроме проверить. Спустился в подземелье, уже почти дошли, как стало у них перед глазами краснеет все додуманится. Какие-то голоса встали, в голове слышится. Поняли они, что контролер где-то недалеко их защитить пытается. Но когда стали к выходу пробираться, увидели его. А когда увидели... Пистолет только и сумел выбраться на поверхность. Остальные так и остались на веки в подземельях. Но самое страшное, пистолет в контролере Дрозда признал. Дрозда! Не умер он тогда, а по каким-то невероятным причинам в контролера превратился. А как, никто не знает. Зона, она ведь такая. В ту же ночь ушел пистолет. Порорвался через военные блокпосты на большую землю. А после него долго еще никто в подземелье агропромовский не лазил. Правда говорят, что стрелок грохнул контролера того. Но кто знает. Так что думай хорошенько перед тем, как лезть неведомо куда. Помни, зона ошибок не прощает. Взрывая мгновенье через сотни лет, Мы растаем в пыли своих надежд, Оставляя поколеньям горький след. Бьют в памяти лица близких нам людей, Праздник красных флагов, звонкий смех детей. Все исчезло. Все исчезло, остались слезы среди камней. Растворяя осколки грез, Мы вспомним. Время жить, время умирать, Не время нам, а судьбе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok